Это песня обо мне. Джо Кокер поет это специально для меня. Он мне написал письмо, говорит, песня для тебя. А я тебе говорю спасибо большое. Вот это вот кинотеатр большой. Вот это Тарковая Плаза, которая членом этого клуба, наверное, около трех лет. Я рассказывала об этом. Вот он. Л.А. это был Лос-Анджелес фитнес. А потом, это как мне Дуглас рассказывал, а потом он как бы разросся. И уже стал не просто Лос-Анджелес, он просто стал называться Л.А. Потому что он вышел за пределы Калифорнии. И он уже, я так понимаю, что он по всем Соединенным Штатам стал очень популярным. Ладно. Сейчас я где-то вот припаркуюсь, если я смогу. Где-то здесь. И вот мой любимейший магазин Джоэн. Там продают ткани, там нитки, ткани, все для шитья. Там, ой, такой магазин, там краски, краски, холсты. Ну, в общем, все для поделок, все для рук. Мой любимый магазин. И сейчас, ой, какая машина желтая красивая. Вообще, машина желтая. Я сейчас отдала предпочтение, меняю красный цвет на желтый. Какой красивый. Малчик, уставший. О, вот, ну и как хорошо, для меня примется специально. Так, и так, и так, и так. Кто самый лучший в мире пар... Парковальщик? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Оп. Ага, кто? Я. Опять жопом наехал. Тихо-тихо, дяденька. Ты молодой, красивый, тебе еще жить и жить. Я тебя давить не буду. Так, я сейчас положу. Вау, я припарковалась. Получилось. Обычно я всегда колесом, левым или правым, наезжаю на... Бензин у меня почти закончился. Надо сейчас быстрее поехать заправиться. Придется мне поехать в Сэмсквад. А что делать? Пойдем быстрее посмотреть этот LA Fitness. Я сейчас покажу, начну сразу с бассейна. Тут такой громадный бассейн. Но вот, к сожалению, вот этот бассейн именно вот здесь, в этом LA Fitness. Их тут очень много. Их, наверное, штук 8-10 здесь в Орландо. Они так равномерно распределены друг от друга примерно на одинаковом расстоянии. То есть, чтобы удобно было людям добраться. И вот здесь вода хлорированная в бассейне. Что мне не нравится. И я всегда хотела... Вот он будет стоять, ждать, пока я не пройду. Он меня, как я уже говорила, не тронется с места, пока я на дороге. Так вот, я что хочу показать? Я хочу показать вот этот бассейн. Вот спринклс систем работает. Вот водичка льется. Вот таким вот образом. Тихонечко сама себя поливает кустики, и никуда дальше не выходит. Вот там какие-то магазинчики, какие-то детские там штучки. Вот многие приезжают сюда на велосипедах. Итак, я подхожу сейчас в окно и покажу бассейн. Если я увижу, 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 увижу. Вот такой вот большой бассейн. Вот там вот дальше джакузи. Вот там вот переодевалка и душевые кабинки. Я думаю, что хорошо видно. Так. Вот тут везде музыка играет. Вот тут запрятаны вот эти зелененькие штучки. И оттуда вот идет музыка. Вот по всей этой вот плазе по торговой везде одна и та же музычка всегда идет. Ну то есть вот я хожу гуляю и слышу эту музычку. Так она ненавязчиво звучит с этих штучек. Итак, вот это вот бассейн. Вот такой застекленный. Я плаваю и вижу все, что происходит на улице. Я сейчас зайду внутрь. И если меня не попросят выйти... Ну в общем я все равно что-то сниму. Самое так бы это... Минимальное что-то. Так, снимаем очки. Итак, вот он. Вот он бассейн. И вот он Лэй Фитнес. Наверху люди, вот на второй этаж поднимаешься. Там эти бегательные штучки, дорожки. Хай! Ах! Вот как много всяких разных этих штучек. И вон этот бассейн. То, что я говорила. Hello! Шикарный, конечно, бассейн. И вот там вот джакузи. Люди сидят в джакузи. За горячей водой. И вот миллион всяких. Thank you. Вот там вот белым стеклом. Там люди играют в большой теннис. Thank you. Она разрешила мне взять, а потом говорит, извините, но нельзя. Ну в общем представление какое-то есть об Лэй Фитнесе. Конечно место замечательное, потрясающее. В месяц выходит где-то по-моему 35-36 долларов. Вот какой качок дядечка идет. В месяц выходит, ай, 35 где-то 36 долларов. Каждый месяц они просто снимают с карточки. То есть я даже, мне платить не надо. Я даю им свою карточку, номер. И они сами чарджат один и тот же день. Допустим, если я пришла 23-го. 23-го каждый месяц они будут с меня снимать деньги. И допустим, если я хочу посещать больше, чем один Лэй Фитнес. Я платила 99 долларов за то, что я имела право посещать любой Лэй Фитнес на территории Флориды. Там шикарные души великолепные, там туалеты чистые, естественно, как везде без запаха. Вообще чистота, красота, но ничего не скажешь. Единственное, что мне не нравится, что здесь хлорированная вода. Я ходила в один Лэй Фитнес на Colonial Drive. Там он как бы более был современный, более новой постройки. И там вода соленая была. То есть сейчас есть способ как бы обеззараживания воды хлоркой либо вот солью. Но все-таки соль становится более популярной. И эту соль даже можно купить во всех магазинах. Такие большие пачки. Насыпаешь в бассейн эту соль. Водичка соленая. И таким образом соль, естественно, там в этой соли никакая вода снижает. Все, Лэй Фитнес я показала. Я что-то чувствовала, что-то я хотела. Итак, делаем задний ход. Тихо-тихо, я еду задом. Даю или сдаю задом? Ой, какой матосиклист. Я всегда еду очень-очень медленно, когда стою задом. Хоть как бы и никого сзади. Вон мальчонки. Мальчонки такие симпатичные идут. Ой, ехал. Вы какой дедунечка. Вот ему лет сто. Нет, не сто. Ему где-то восемьдесят пять, наверное. Тут такие дедунки вышивают на мотоциклах. Ага, ага. Вон, пожалуйста. Тут смотришь и гадаешься. Думаешь, на этом мотоцикле сколько лет дедунечки. Говорю, столетние ездят. У нас... На чем с того, что наши мужчины, украинские, русские, не до сто лет не живут? Навряд ли. Потому что там пьянки кругом сплошные, нервы и все это прочее. Здесь, конечно, я не говорю за семидесяти лет. Столетние дедульки ездят на мотоциклах, вышивают. Причем на Харли Дэвидсон. Не просто так. Не просто на мотоциклах. Так, я уже сделаю маленькую экскурсию. Коль я уже это... Коль у меня уже пошла такая пьянка. Так. Джоэн. Вот этот магазин мой любимый. Где все для поделок. Там вообще... Заходишь сюда и сразу, значит... И сразу включается... Это... Creations. Креативные идеи сразу в голове. Потому что там... Есть абсолютно все для того, чтобы сделать из себя... Какого-то артиста или художника или еще кого-то. Ну, артист имеется в виду художник. Артист на английском языке это художник. Вот тут громадный магазин фурнитуры. Вот опять желтый автомобиль. Любимый мой. И чего я не взяла свою машину желтого цвета. Вот громадный магазин. И там... Чего только там нет этой фурнитуры. Какой только. И людей почти нету. Так. Массаж Envy. Ну, массажи здесь, я уже говорила. Никакие. Они гладят, трогают тебя и все. То ли дело. Наш русский массаж. Так нам не лучше потом. Не сесть, не встать. Уто. Вот это вот мой любимый магазин. Поки сходить мне не пойду уже. Там духи, помады, в общем вся косметика. Абсолютно все для волос. Все можно пробовать. Абсолютно. Все кремы. Все. Вот мой любимый Best Buy. Ненаглядный мой. Обожаю Best Buy. Так я уже когда-то делала здесь видео. Все вот так ручкой вот так вот показывают. Спасибо очки большое, что пропустили. Так, буду стоять пока все пройдут. Так, мальчишки. Стоять. Так, еду заправляться. Куплю мужу любимому молочко и хлебушко и еду домой. Мне дома там так много есть дел. Зуля меня научила как делать из ткани как бы превращать, делать плотной ткань. Ее оказывается просто надо поместить в этот, в желатин. Я сейчас нашла куски ткани, поместила их в желатин. Вернее их прожила, тенела уже. Тихо, тихо, тихо. Здесь тихо. И это. Повесила их сушить. Ватерфорд лейк. Угу. И это. Сейчас приду, буду делать пальмы из них. Разные-разные ткани. Сделаю, я видела пальму из, сделанную из этой, из бумаги. Из смотной. Ну, это я буду делать. И так, очень хорошо я выехала, молодец, умничка. Лучше всех, конечно. Так, мне надо сейчас быстренько поменять полосу на левую крайнюю. И так, вот тут что-то строится новенькое. Это громадный торговый центр. Не знаю, что еще можно придумать сюда построить. Ну, удивительно, конечно, потому что настолько много магазинов. Магазины, магазины, магазины. И вот, тоже, как бы, апартменты. Комплекс апартментов. Значит, я несколько раз уже говорила, что сейчас самое время покупать здесь недвижимость. Не знаю, как в других штатах. Оказывается, в Нью-Йорке там вообще бешеные цены на квартиры, на дома. Но я об этом не знала, потому что я там, собственно, никогда не жила. Один раз была, но не жила. Здесь, конечно, раздолье. Здесь не просто надо покупать. Здесь необходимо покупать жилье. Прямо вот сейчас. Вот еще одна торговая плата. Потому что цены настолько упали. До смешного, конечно. Когда-то однокомнатная квартира стоила 106 тысяч долларов. Сейчас за 100 тысяч долларов можно купить просто шикарный дом четырехбедромный. Мы смотрели недалеко от нас. По-моему, 110 тысяч просили. Четырехбедромный дом с участком, с хорошим. Кафель. Ну, красиво все сделано. Большой living room. Там даже, как называют там, fireplace. Просто действительно тут, когда начинаешь мешать русский и английский, это английские слова, некоторые приходят раньше, чем приходят русские. И блокируются русские. Или наоборот. Если пришло русское, то уже заблокировалась английское. Вот это я выехала на Colonial Drive. Вот они опять апартменты под этими крышами. Под черепичными. А, нет, это не апартменты, это гостиницы. Day Inn. И вот, опять же, кругом торговля, торговля и заправки. Торговля и заправки. Там врач. А, вот сейчас. Так, я сейчас еду в Sims Club. А, я, кстати, хотела еще заехать в Buick. Вот можно было потом заехать. Я потом когда-то заеду на Buick, покажу, как их продают эти машины и цены. А сейчас я буду ехать мимо Dodge. Остановлюсь на Dodge с тем, чтобы снять видео про машины. Точно могу сказать про Enterprise. Мой муж там когда-то работал. И, как бы, Enterprise наиболее такая популярная здесь компания, которая сдает вариант автомобилей. Значит, если вам нужен автомобиль, вы просто звоните в Enterprise. За вами присылают машину с водителем. Водитель вас привозит в компанию, в офис Enterprise. И вы уже берете машину и на ней уже едете там, куда вам надо. То есть, и все это бесплатно. То есть, вас, как моя... Успею, 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 успею. Вот, кстати, справа, справа стоял пятикрузер белый. Это ко мне раньше машинка была только красная. Так вот. Большой SUV, как у меня, когда я пыталась взять такую машину в Вашингтоне, она бы обошлась не сто шестьдесят долларов в день. В рент. Поэтому я, конечно, взяла почти за девяносто маленькую. А сюда приехала в Орландо, какой-то был день, я не знаю. Я спросила, они говорят, шестьдесят долларов. Я говорю, а почему так цены варьируются? Он говорит, а потому что, ну, от спроса. Ну, понятно. И так, вот я подъезжаю в Сэмсклабу своим. А, нет, еще до Сэмсклаба далеко. Я же хотела заехать на Додж. Сейчас я заеду на Додж. Вот, спидлимит здесь 50. То есть, можно ехать со скоростью 50 миль в час. Я еду 45, потому что я снимаю. Цена на бензин. 359, я смотрю. Ну, везде разные. И вот я приближаюсь к скоростной трассе, к 417. Вот впереди. Сейчас я сделаю там видео. Что и как. Я, кстати, ни разу здесь не была. Тут очень-очень много вот таких площадок с машинами. И Мерседесы, и Ауди, и Доджи, и Тойоты, и Ниссаны. Везде, везде, везде. Причем не по одному. Тут несколько Ниссанов здесь в Орландо. Большие вот такие площадки. Ну, что, собственно, туда ехать, если у меня есть машина. Ну, я сейчас заеду, конечно, просто ради того, чтобы сделать видео. Все.